полноценный отказ от доллара. Нонсенс, да? То есть все просто развели руки и сказали, блин, вы взяли и напечатали 4 триллиона долларов. Вы что делаете? Ну нахрен спалили 40% покупательской способности доллара. Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление. Сегодня хотелось бы поговорить про доллар, то есть почему начинают отказываться страны, многие страны начинают отказываться от доллара, в чем причина, что называется и что же делать, да? То есть как быстро сойдет отказ от доллара. Я думаю, что здесь возможно, наверное, два сценария, то есть первый это такой идет как идет, второе это история связана с тем, что может очень серьезно ускориться переход от доллара к какой-то иной валюте и в данном случае опять-таки нужно помнить, что мы говорим про валюту, мы говорим, что каждая валюта имеет свои определенные функции, то есть это инструмент накопления и сохранение капитала, это инструмент обмена, то есть мера стоимости, и в этом случае я думаю, что будет ситуация развиваться гораздо быстрее, чем она могла бы, но для того, чтобы понимать сценарий, смотрите данное видео до конца, об этом поговорим. Ребята, мы традиционно сейчас дарим подарки нашим подписчикам, когда выходит новое видео, один из таких подарков находится по ссылке внизу под этим видео, проходите, забирайте. Ну а что ж, мы начинаем. Так, что же происходит с долларом, почему происходит, как говорят, некий такой отказ? Ну смотрите, во-первых, нужно понимать, что мы находимся в определенном информационном поле и это информационное поле, хотим мы того или нет, оно ограничено, да, то есть оно ограничено тем, что говорят, как говорят, откуда мы получаем информацию и может создаться такое впечатление, что идет вот прям такой полноценный отказ от доллара. Я бы не говорил, что идет полноценный отказ, то есть просто ситуация, каким образом ведут себя в Соединенные Штаты Америки в последнее время налагая санкции, то есть вот санкционная политика, она, во-первых, ну не дает тех ожидаемых результатов, на которые рассчитывают, вводя непосредственно санкции. И это касается не только в отношении России, да, как ответ на некие ситуации 2014 года, ситуации 2022 года, то есть у нас Иран находится под санкциями и Корея Северная находится под санкциями, то есть под санкциями находится не одна страна. То, что произошло, чего раньше никогда не было, это было связано с тем, что обратили взыскание на золотовалютные резервы страны, не конкретных лиц, не конкретных предприятий, а именно взыскание на золотовалютные резервы конкретной страны, которая ведет как-то неправильно. И определение, правильно или неправильно, оно определяется Америкой, то есть страной, которая имитирует доллары. И в этом случае возник вопрос у других стран, а что если я вдруг, когда-то в будущем, Америка посчитает, что я веду себя неправильно. И здесь нужно понимать, что, как правило, это страны, которые имеют положительный торговый баланс. А что такое положительный торговый баланс? Это ситуация, когда вы продаете больше, чем покупаете. Ну, то есть, условно, знаете, есть некая такая формула богатства, доходы минус расходы равно дельта, дельта приумножается. Так вот, страны, у которых торговый баланс положительный, да, они продают, они на своей территории создают прибавочность стоимости, условно, больше, чем они потребляют из внешнего контура. Что бы там ни говорили, Россия относится к таким странам. Да, мы больше продаем энергоресурсов, мы продаем нефть, мы продаем газ, мы продаем минеральные удобрения, мы продаем пшеницу. Товар низкого передела. Мы не оставляем на своей территории большую прибавочную стоимость. У нас нет много переработки, да, то есть, у нас нет технологичных производств высокодоходных, да. Мы продаем свое сырье и закупаем обратно машины, телевизоры, айфоны. И вот в абсолюте, если посмотреть, Россия с нулевых годов продавала, то есть, этот внешний торговый баланс продавала больше, чем покупала. Образовывались некие резервы, да, то есть, ну, как бы страна богатела, что называется. Китай, соответственно, тоже является мировой фабрикой. У него получается, если посмотреть на его торговый баланс, он продает в Европу и в Америку больше, чем, соответственно, покупает, да, больше, чем потребляет внутри. И на этом, как бы, тоже богатеет, да, потому что вот эта вот прибавочная стоимость перетекает к нему из развитых экономик, где не идет непосредственно потребление. А Саудовская Аравия, то же самое, да. Да, и когда они вот это вот больше, то, что они, как бы, накапливают, то, что оседает у них в кармане в форме богатства, в форме капитала, как у страны, как у предприятий, да, они, соответственно, складывают это в какие-то определенные резервы, и эти резервы хранятся в Америке. В американских облигациях, в американской валюте, потому что, опять-таки, большая часть мировой торговли в мире, вы за доллары можете купить что угодно, где угодно. За юани большой вопрос, да, продаст ли вам Саудовская Аравия за юани какие-то определенные вещи, да, потому что, опять-таки, она будет стремиться покупать какое-то оборудование, не знаю, там, из Европы или из Америки. Я, к примеру, говорю. И поэтому получается из-за того, что вот эти вот страны, у которых положительные сальдо торгового баланса, которые, как бы, зарабатывают и получают вот это вот средство мировых расчетов преимущественно, да, потому что то, что они производят преимущественно, они за это получают доллары, им доллары нужно где-то припарковать. Куда припарковать? Припарковать, соответственно, или напрямую в доллар, но просто в доллар нельзя, потому что в долларе же есть инфляция, поэтому покупаются самые надежные, самые ликвидные инструменты, покупаются американские трежерис. Трежерис, то есть американский трежерис это облигации правительства Соединенных Штатов Америки, то есть по сути дают в долг правительству Соединенных Штатов Америки, самый ликвидный инструмент и в принципе справляются с защитой от инфляции, хотя имеют и не очень высокую доходность. И вот, как раз таки, в 2022 году одновременно произошло два события. Два события, не одно. То есть первое, которое всех потрясло, это событие связанное с тем, что Центральный Банк России, который вот это вот свое положительное садо торгового баланса хранил в американских трежерях или в валюте американской и в европейской, кстати. Им сказали, ребята, вы плохие, вы нехорошие, вы нарушаете там стафон, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот на вас санкции заблокированы. Мы вас не отбираем. Нет, ни в коем случае мы не отбираем. Вам это все по-прежнему принадлежит, но распоряжаться вы этим не можете. И еще сюда перевести деньги. И ради бога переводите. Мы их тоже блокирнем. Поэтому перестало государство российское переводить. И даже, даже, если вы переведете доллары, чтобы оплатить свои обязательства на корс счета американских банков, они тоже будут заблокированы и держателям не будут выплачены. И технически вы допустите до фон. Нонсенс, да? То есть все просто развели руки и сказали, блин, ну тот же самый Китай. А если я завтра что-то не так сделаю, да? Не так близко подойдет мой боевой корабль к Тайванию. Или там, я не знаю, еще что-то я не так сделаю. Не так посмотрю на президента, да? Не то скажет, еще что-то. Саудовская Аравия тоже сказала, а что если я там в попытках для того, чтобы сверстать свой собственный бюджет, ограничу количество производимой нефти, а американцам это не понравится. Они обвинят меня в картельном сговоре и наложат санкции на мои активы, которые я храню у американских трежавиц. Зачем мне это? Я не хочу это. И поэтому, ребят, давайте не отказываться от доллара, а давайте, может быть, сделаем некую систему, где часть расчетов, часть расчетов, да, чтобы минимизировать эти риски, хотя бы в качестве альтернативы запустим. Допустим, мы хотели бы торговать с Россией, да, но не можем, потому что и к долларам ограничен доступ, и золотой валютной резервы ограничены. Это вот первая история, да, которая была вызвана тем, что, ну, с каким настроением проснется завтра президент Америки, да, то есть, как он посчитает, хорошее мое поведение или плохое мое поведение. Это вот первая история. Вторая история связана с тем, что начала падать доходность. То есть, те же самые страны, соответственно, они богатели, создавали прибавочную стоимость, поставляли свои товары в Америку. У них образовывался положительный торговый баланс, у них формировались резервы. Эти резервы размещались в трежерисах американские, но в 2020 году вдруг в определенный момент увидели, что за один год количество долларов, просто долларов, номинальное количество, да, оно увеличилось там на 30-40%. Взяли и напечатали 4 триллиона долларов. Вот в корпоративном праве у инвесторов есть такое понятие размывания доли акционеров. То есть, когда компания объявляет допомиссию акций, и компания выпускает еще дополнительную миссию, увеличивает количество акций, которые в обращении находятся. И инвесторы всегда воспринимают это негативно, потому что они говорят, вы таким образом, ребята, размываете долю моего владения. То есть, было там миллион акций, и мне принадлежало 10% из этого миллиона акций, да, там, я не знаю, на миллион, миллион акций лично мне принадлежало. Вы выпустили еще 10 миллионов. И мне в этом случае, чтобы сохранить свою долю владения в 10% компании, или нужно собственных денег еще на миллион вложить, или тогда отказаться от этой допомиссии. Да, я имею преимущественное право покупки, но если вы ее проводите, то у вас в общей сложности становится 20 миллионов акций, у меня остается 1 миллион акций. И доля моего владения в компании сокращается с 10% до 5%. Вы что делаете? И, соответственно, прибыль в будущем, которую вы заработаете, при прочих равных условиях я бы получал 10% с этой прибыли как акционер. А так вы размыли мою долю акционерного капитала, да, и я теперь получу 5% дивидендную находитесь. Мне это неинтересно. И это не нравится, и акции начинают тогда продавать. Фактически, если вот эту метафору, да, переложить на то, что сделали в Соединенных Штатах Америки, да, то есть китайцы хранили-хранили доллары, сберегали их в триджерях, да, но тут взяли и количество долларов увеличили на 40%. Это неизбежно приведет к инфляции, потому что если у вас денежная масса увеличилась без сопоставимого увеличения самой экономики, то в этом случае вы просто напечатали большее количество денег и обесценили на это же количество долларов, которыми владеют китайцы, они теперь по факту реально могут купить на 40% меньше. И они понимают, что им за один год и взяли при прочих равных условиях не впрямую. Ну нахрен спалили 40% покупательской способности доллара. Если это все в дальнейшем отразится в экономике и в инфляции, и они сидят, говорят, 10 лет копили-копили, копили-копили, потом за один год бац, да, это сразу мгновенно не произошло. Инфляция всего лишь 8%, но даже 8% инфляция на 8% обесценила все мои резервы. Так они эти резервы еще и в триджерях хранятся. ФРС повышает процентную ставку, облигации падают в цене, и опять эти китайцы, эти саудиты, да, которые остались в том, что они хранят в долларах, доллары хранят в триджерях, они сидят и просто репу чешут. Блин, инфляция обесценила, триджеря упали в цене на 30%, да, 38% все мои резервы обесценили за один год. Я не понимаю, это вообще завтра-то закончится или не закончится. И зачем мне тогда мои резервы хранить, да, которые могут в любой момент понадобиться для того, чтобы поддерживать экономику, потому что может бабахнуть глобальная рецессия, потому что они вообще, у них законопроект есть, анти-ОПЕК, что они могут в любой момент его, этот законопроект, принять и признать меня там в картельном сговоре, и мне надо будет поддерживать свою собственную национальную валюту, чтобы инфляция у меня внутри не развивалась. И еще эту валюту не отдадут. И поэтому, получается, это закономерная ситуация, да, то есть в 2022 году он в таком плане какой-то осознанности, да, в плане того, что, ну, инфляция, с этой инфляцией бороться поздно начали, доверия нет к Федеральной резервной системе, потому что непонятно, что они делают. Даже сейчас, вот в этом видео мы говорили, да, непонятно, что они делают сейчас. Они на тормоз все-таки нажимают или на газ давят? Они одновременно по двум этим шаражат. И никто не понимает, что. Может быть, привязать к чему-то жесткому? Может быть, там ввести какую-нибудь новую валюту? Причем эта валюта, она будет наднациональной. То есть она не будет в обращении между физическими лицами. Она будет участвовать, я не знаю, во взаиморасчетах между государствами, да, то есть когда торговые потоки будут рассчитываться в каком-то эталонном вещи. На основе блокчейн-технологий. Можно? Можно. Давайте, ребята, над этим подумаем, потому что от этих рисков ничего не ушло. А если завтра американцы скажут, что, ребята, мы девальвируем свою национальную валюту, и мы сейчас каждую из 100 долларов превращаем в 10 амера, а с долларами сами что хотите, то и делайте, еще вы у нас их не вернете. Может быть, еще вчера бы кто-то сказал, что нет. Сегодня, по крайней мере, допускают такие вещи, поэтому доверия нет. Это не значит, что 7-минутно мировые расчеты перейдут из долларов. То есть пока альтернативы не найдены. Как только будет найдена какая-то альтернатива. Но движения, которые мы наблюдаем, достаточно быстрые и скоростные движения. И скоростные движения наблюдаются в среде кого? Если вы посмотрите, да. Скоростные движения вот этого договоренности, они наблюдаются у стран, у которых преимущественно торговый профицит. То есть страны, в которых сконцентрировано производство. Страны, у которых есть резервы, у которых есть накопление. И они понимают, что у них накопление в нечто таком, эмиссию, чего они не контролируют. И мало того, центральный банк еще влияет на доходность самих облигаций, в которых это сконцентрировано. Поэтому и возникают сейчас вопросы, какие могут быть альтернативы, что мы можем придумать. Расширить ШОС, расширить БРИКС. То есть как производить расчеты, кто туда непосредственно будет ходить. Но это история будущего. Более подробно мы об этом говорили у нас на конференции. Что делать простым людям в это непростое время, как сформировать портфель, его диверсифицировать. Много об этом было сказано на конференции двудневной. Ссылка находится на записи внизу под данное видео. Проходите, забирайте, покупайте. Возможно, это вам пригодится, будет ценным и нужно. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok